ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет-привет. Всем привет. Всем привет. Спасибо. Всех рады видеть. Спасибо, спасибо. Спасибо. Всем добрый вечер. Платили ликбез. Ждите, да, все будет круто. Спасибо вам за комплименты, мои дорогие. Что бы я без вас делала? Какой розыгрыш? Косметики? Ждите. Это всегда сюрприз. Да, программа «Новая ты» продается вовсю уже давно. Пятого старт. Да, у меня Инстаграм весь на английском. У вас тоже на английском, да, Инстаграм? Ребят, да, понравилась вечеринка. Было очень весело. Девчонки прямо отрывались. Для меня главное, чтобы было гостям весело. Им реально было очень круто и очень весело. Ждите вечером пост. Будем с Леной Пхукет. Справка разыгрывать снова путевку на Пхукет на двоих. Так что ждите пост вечером. Вот. Очень крутая вечеринка. Было просто, знаете, очень хорошее настроение. И такая непринужденная атмосфера. Там нужно язык переставить. Женя Кривенко показал, как. Слушайте, ну, я, во-первых, на английском как бы понимаю. Поэтому мне нет необходимости ничего переставлять. Вот. Если смотрите Женю Кривенко, ну, передавайте ему привет. Вот. Про вечеринку. Очень была непринужденная атмосфера. Что для меня самое главное. Знаете, я не люблю никаких официальных мероприятий. Я сразу установила такой формат самого непринужденного общения. Кстати, эти серьги вчера мне подарила одна из подписчиц. Я ее знаю очень давно, эту девушку. Вот. Она ко мне вчера приехала с сестрой и вот подарила мне эти серьги. Она сама делает очень красивые вот такие всякие вещи. Две пары серег мне подарила. Вторые тоже очень крутые. Ну, вот. И сразу установила такой формат общения. Разыгрывала призы. И девчонки могли мне задавать любые вопросы. То есть я положила в листочки бумаги. Говорю, пишите любые вопросы. Я на все вопросы честно отвечу. И девочки задавали мне вопросы. Причем были очень смешные вопросы. Например, задали вопрос, как я лишилась девственности. Потом задали вопрос про мой самый запоминающийся роман. За последние три года я, оказывается, о нем забыла. Я напомнила. Яна очень подробно, очень смешно рассказала. Был очень интересный вопрос от девочки. Куда делся роман? Роман вчера прилетел. Приехал вечером, меня забрал. Я в сторис выкладывала. Роман на месте. Ромочка на месте. Вот. Поэтому сегодня я полдня не выходила в эфир. Никуда не ходила. Потому что Рома приехал. И я хотела провести просто время с Ромой. Вот и провела его приятно с Ромой целый день. И просто получила... Кайфанула, короче, говорила. Короче говоря. Вот. Спасибо. Знаете, очень разные были девчонки. И... Ну, возраст очень разный. Были совсем-совсем молодые девочки. До книг просто не дошло. Одну книгу подарила там подписчиков девочки. А... Уже настолько всем было так весело. Все вообще танцевали, ликовали. А после выступления Мигеля вообще было уже не до розыгрыша. Поэтому две книги узла с собой. Разыграю просто под постами. Ну, и разыграю в апреле. В апреле начну... В апреле начну с розыгрыша книг. В апреле тоже будет вечеринка на мой день рождения. Сразу начну с розыгрыша книг. Вот. Ну, много разыграла классных призов. Девчонки довольны. И... Мигель прям зажег. У него было три номера. Ну и что, Вероника, что вы мне написали сообщение о розыгрыша книги неделю назад? И что? И что из этого следует, Вероника? Что я должна сейчас сделать по вашему? Как вы думаете? Может быть, если я его не видела, вы еще раз напишите? Вам такое в голову не приходило? Вот. Зажег, короче, Мигель. У него было три номера. Это новые номера. Ну, первый номер полицейский. Он как бы у всех стриптизеров есть этот номер. Но он так его очень-очень хорошо исполняет. Там, кстати, случилась очень смешная история с этим номером. Но не буду рассказывать. Потому что, как выяснилось, очень внимательно смотрят мои эфиры и истории с мужья моих подписчиц. В том числе и тех, которые были на вечеринке. Вот. И затем у Мигеля был очень крутой номер под Рамштайн, по-моему. Это либо Рамштайн, либо Линкен Парк. Я не особо обращаю... Вернее, не особо разбираюсь в роке, в рок-музыке. Но очень был прям крутой номер. Вот. На то, что Мигель какой-то не особо подкачанный. Ну, знаете, ребята, вообще-то стриптизер, он не должен быть очень подкачанным. А Мигель-то, кстати, подкачат. Он не просушенный, но он сильно подкачанный. Я качков вообще не люблю. Да, Линкен Парк. Качки для меня асексуальны по своей природе. Если человек очень накачан, то как бы он, знаете, ну... Сексом от него точно не пахнет. И не знаю, чем там от него пахнет. Тестостероном, искусственно добавленным в его мышцы. Ну, как правило, в живот его ставят. Ну, или в бедро. Вот. А Миш танцует потрясающе. И я не устану повторять, что он один из лучших вообще стриптизеров, которых я в своей жизни видела. Нет таких стриптизеров, которые вызывали бы какие-то эротические моменты. Да, многие девушки вот не понимают, и они думают, что кто-то смотрит стриптиз и возбуждается. Может быть, конечно, такое случается, но вообще-то как бы стриптизер призван развлекать. Понимаете? Вот развлекать призван мужской стриптиз. И поэтому он и соответствует, и прекрасно с этой ролью справляется. Вот. Причем делает это все с душой. Он прям, он когда танцевал, я рядом была, совсем смотрела, понимала все это. У него все ягодичные вибрируют. Я увидела все его ягодичные мышцы. Вот. И девчонки танцевали тоже, отрывались просто. Отрывались, отрывались просто по полной программе вообще. Потом там уже мы были в Винтаж. Это такой ресторан с караоке-залом. У них уже в 10.30 начинается караоке. Ну, почти все разошлись. Я тоже где-то уже уехала там в 10.45. По-моему, Рома приехал. Мы сразу уехали. И, ну, кто-то еще остался из девочек. Может быть, те, кому не надо там с утра на работу в пятницу. Вот. Ну, то есть было круто. Вот реально было круто. Было очень хорошее у всех настроение. Это самое главное. Что еще? Плохо слышно? Ну, не знаю. Может, вам телефон новый купить? Микрофон закрыл? Ну, бывает, наверное. Я уже, кстати, приехала. Иду в Ларе перекусить, пообщаться. Потом у меня еду в один очень крутой магазин. Еду в один очень крутой магазин нижнего белья. Нужно срочно пополнить свои коллекции нижнего белья. Но это чуть попозже. Покажу вам в сториз. Перед этим заеду все-таки в новую квартиру. Измерю глубину матраса. Так я останусь без матраса. Чуть-чуть подальше. Там вот Ларе желтые буквы горят. Вот. И затем у меня свидание. Может быть, пойду в кино. Спасибо. Давно не была... До свидания. Давно на самом деле не была в кино. И хочу сходить в кино на последний ряд, естественно. Естественно, на места для поцелуев. Вот. Поездка стоимость 328 рублей. Комфорт плюс. Все хорошо. Вот так вот, мои дорогие. Здрасте. Ну что, я, как всегда, непереносимо хороша. Что спереди, что сзади. Попа моя – это вообще отдельная история. Спасибо. Здрасте. Друга. 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 Здрасте. Я не знаю, пришла на ответ. Друга. Если не хожу, да? Ну, тогда посадите куда-нибудь. Мы сдаем вот это. Да. Куда-нибудь туда вы дал. Ладно, мои дорогие. Мы с вами пообщаемся еще. Хорошо? Я вас всех очень люблю. Желаю вам всем отличной пятницы. Отрывайтесь. Тем более, если вы работали всю неделю. Обязательно отрывайтесь. Обязательно веселитесь. Ликуйте. Все. Целую, целую. Так вот же моя девушка сидит. Ага, спасибо. Господи. Господи. Кто этот ангел? Можно я его покажу в прямом виде? Можно. В среднем виде. Кто, 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 кто этот, кто этот, кто этот ангел? Кто этот ангел? Господи. 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 Да что же это за сладость-то такая? Спит как ангел. А ты за ним уже заехала?